Формирование антикоррупционной культуры, новшество законодательствия, меры противодействия взятничеству. Эти и другие направления обсуждались в рамках традиционной ежегодной акции «Час добропорядочности». Сотрудники антикоррупционной службы рассказали студентам и преподавателям университета имени Ходаибергена Жубанова о вреде коррупции и пользе честного труда. Акция «Час добропорядочности» проводится традиционно в начале нового учебного года в школах, колледжах и университетах. Сотрудники профильного департамента совместно с антикоррупционными волонтерами и руководством вузов рассказывают о вреде коррупции. Напоминают о пользе честного труда для достижения высоких показателей как в учебе, так и в жизни. Ведь не секрет, что коррупционные проблемы в сфере образования имеются. По статистике ежегодно мы привлекаем троих-четырых руководителей системы учреждений образования. В этом году также не исключение, опять же, это одно из проблем. В их участках выявлено то, что именно ректор медицинской академии Актюбинской был задержан при получении взятки. Также у нас имеется печальный факт того, что бухгалтер одной из городских школ похитил более 400 миллионов тенге, именно предназначенный для развития этой школы. Спикеры рассказали молодежи о новшествах антикоррупционного законодательства, деятельности профильного ведомства, принимаемых мерах по борьбе с взяточничеством, озвучили информацию о проектах «Дорога бизнесу», антикоррупционное волонтерство. Встреча проходила в свободном формате. Студенты получили возможность задавать интересующие вопросы, спрашивали о мерах борьбы с коррупцией, интересовались примерами уголовных дел из практики спикеров. В университете Жубаново состоялась традиционная акция «Час добропорядочности». Студентам первых и вторых курсов разъяснили основные вопросы антикоррупционного законодательства, рассказали о мерах профилактики коррупции. Нам важно оградить молодое поколение от коррупционных проявлений, проводить профилактику, беседовать, предоставлять верную информацию ребятам. В этом направлении мы проводим активную работу с антикоррупционной службой и волонтерами. Всего в акции приняли участие 120 студентов, 40 преподавателей. А в общей сложности по области слушателями «Часа добропорядочности» стали свыше 100 тысяч учащихся и педагогов различных учебных заведений.